Лекция по Шримадбхагаватам Первая песня, 15 глава, текст 31 Прочитана Его Божественной Милостью Аче Бактивдантой Свами Прабхупадой 9 декабря 1973 года в Лос-Анджелесе Перевод Благодаря духовному богатству, которым он обладал, все сомнения, присущие двойственности, стали совершенно чужды ему. Таким образом, он освободился от влияния трех гун материальной природы и утвердился в трансцендентном. Сети рождения и смерти больше не были страшны ему, ибо он освободился от материальной формы. Вишока, не печаль, Брама-сампатья, обретя духовное благо, это признак духовного уровня человека. Определяется это этим словом, вишоком, отсутствие печали. Об этом сказано в Бхагавадгите, о том же самом. Брахма-бхута прасаннатма Прасаннатма означает «такой человек ни о чем не скорбит, ничего не жаждет». Мы подвержены двум вещам. Если мы теряем свою собственность, мы огорчаемся. Если у нас чего-то нет, то мы жаждем этого. Когда же человек отождествляет себя с Браманом, Кришна говорит «когда вы всей душой предадитесь и избавитесь от всех сторонних желаний, когда вы будете целиком преданы Кришне, и это наше единственное предназначение, никакой другой миссии у нас нет». Это называется брахма-сампатья. Как ребенок, сидящий на коленях отца. Ребенок уверен, я в безопасности. У него нет других желаний. В материальном мире, из-за того, что мы не преданы Кришне, мы скитаемся здесь беспомощно. Все мы здесь чувствуем себя беспомощными. Несмотря на то, что мы можем быть миллионерами, президентом, но мы чувствуем себя беспомощными, и таково положение обусловленной души в материальном мире. Это молитва Ямуначарии. Он выражает свое горячее желание. Я хочу всегда жить в сознании Кришны. Бхавантам. Он обращается к Верховному Господу Кришне. Бхавантам. Нирантара, значит, беспрестанно, постоянно. Когда же я буду жить в сознании Кришны? Беспрестанно. Манна, значит, ум. Мы сидим на колеснице, а ум является возницей. От чувства лошадьми. И нас эти лошади несут туда и сюда. Мы сидим на колеснице этого тела. Ум является возничьим от чувства лошадьми. Так мы вынуждены скитаться по многочисленным планетам, воплощаясь в разных формах жизни. Таково положение в материальном мире. Об этом сказано в Бхагавадгите. Итак, Ишвара — Верховный Господь. Дает нам возможность. Живое существо. Ты не предавалась мне. Ты хотела наслаждаться в материальном мире. Возьми эту колесницу, возьми этого возничьего и отправляйся в путь. Кришна очень добрая. Ты можешь делать, что хочешь, но ты не будешь счастливым. В этом смысл. Ты можешь делать все, что хочешь. Я дам тебе возможность. Например, если вы хотите машину Rolls-Royce. Хорошо. Если вы хотите, пожалуйста. И так вы меняете машину. Иногда вы получаете машину в форме собаки. Иногда в форме полубога. Все это лишь машины, но мы не машины. Мы хотели разъезжать на разных машинах. И Кришна дает нам эту возможность. Янтра значит машина. Очень просто понять. Поскольку мы отождествляем себя с машиной. Например, глупец. Если он едет на Rolls-Royce, он думает. Сейчас я очень богат. Я приобрел себе Rolls-Royce. А у бедняка простая машина. Дешевая. Он думает, я бедняк. Человек отождествляет себя с машиной. Он не машина. Он отличается от машины. Это знание необходимо. Это называется Vishok Brahma Sampatya. Когда мы понимаем наше духовное «я», мы перестаем скорбеть. Или радоваться. Мы пребываем в умиротворении. Читай комментарий. Этот стих очень важен. Сомнения, присущие двойственности, начинаются сложные концепции материального тела, которые не слишком умные люди отождествляют с собой. Самое глупое в нашей... Мы на прогулке говорили об этом. В основе этой современной цивилизации лежит ошибочный принцип. Так называемые великие ученые, так называемые философы, политики, все они думают «я тело». Итак, в самой основе они ошибаются. Поэтому так называемый прогресс цивилизации ошибочен сам по себе. Если математическое вычисление на каком-то этапе ошибочно, например, если вместо 2 плюс 2 вы посчитали 3, то все ваше уравнение будет ошибочным в итоге своем. То же самое относится к нашей нынешней цивилизации. Общество всегда существовало. Сейчас люди очень сильно отождествляют себя с телом. Итак, в самой основе люди ошибаются. Поэтому, чего бы мы ни достигли, это ошибочно. Парабхава. Об этом сказано в Шимадбхагаватам. В основе своей. Лежит ошибка. Невежество. Абодда значит лишенное совершенного знания. Итак, мы рождаемся, не имея совершенного знания. Это естественно. И нас нужно научить. Нас нужно послать в школу, чтобы мы получили образование. Поэтому у нас есть эти книги. Для чего эти книги написаны? Для того, чтобы люди учились. Они могут научиться. Кошки, собаки не могут читать Бхагавату, Бхагавадгиту. Они предназначены для человека. И люди должны пользоваться этим знанием. Если же люди продолжают оставаться во тьме невежества, то какой смысл в их прогрессе? Никакого смысла. Но вот что происходит. Они не признают знания, полученные из авторитетного источника. Они выдумывают собственное знание. Как вы можете выдумывать? Вы глупец. Все, что вы выдумываете, так называемое знание, тоже глупо. Как можем мы зависеть от вашего ошибочного знания? Абодхаджата. Абодхаджата. Все глупцы. Люди не могут придумывать свои знания. Люди должны учиться от того, кто знает. И тогда он будет совершенным. Такова наша традиция. Мы приобретаем знания от Кришны. Мы получаем знания из Бхагаватам, поэтому наше знание совершенна. Мы обращаемся к авторитету, поскольку мы несовершенны. Иногда мы совершаем ошибки. 2 плюс 2 у нас 5 равняется. Это неправда. 2 плюс 2 должно быть 4. Но если получается 5 или 3, то в итоге результат будет неверен. И также иллюзия. Иллюзия 2 плюс 2 получается 4. Я написал 5. Но мне кажется, что я написал правильно. Мне кажется, что я написал правильно. Поэтому мы не должны сами себя поправлять. Другой человек должен взять на себя эту работу по исправлению, потому что человек, написавший это, думает, что он не сделал ошибки. И это называется иллюзия. Итак, мы ошибаемся. Мы поддаемся иллюзии. И мы обманываем. То есть мы допускаем ошибку. Говорим 2 плюс 2 – 5. И мы настаиваем. Говорим, да, это правда. Это верно. И это обман. Все в материальном мире рождаются глупцами. И тем не менее, они придумывают какое-то знание. И это обман. Вот что происходит. Так называемые ученые, философы ошибаются в самой основе. И они представляют какие-то теории. И люди верят им. И это обман. Например, ученые настаивают на том, что жизнь произошла из материи. У них нет опыта. Они не могут доказать это в лаборатории экспериментально. Доказать, что жизнь возникает из материи. Но каждый ребенок знает, что мой отец – это жизнь, моя мать – это жизнь. И я возник в результате их сочетания. Поэтому я тоже жизнь. Следовательно, жизнь возникает из жизни. Если взять труп отца, труп матери, они не способны произвести жизнь. Каждый, любой человек может это понять. Это элементарная истина. Но эти мошенники, так называемые ученые, настаивают на том, что жизнь возникает из материи. И они делают только для того, чтобы доказать, что Бога нет. Один доктор говорил, что люди, которые подражают лаю собаки, пользуются большим успехом среди публики. Люди идут на то, чтобы посмотреть, как они умеют лаять по собачьей. Можно повесить вывеску, где будет написано, это непревзойденный подражатель звуком животных. И люди будут покупать билеты по 10 долларов и смотреть, как этот человек подражает голосам животных. Но они не обращают внимания на то, как гавкают настоящие собаки. Итак, научный прогресс означает подражание лаю собак. Собака уже существует, и каждый может посмотреть на нее, послушать, как она лает. Но если какой-то ученый может имитировать лай собаки, то его признают великим. Жизнь уже производит миллионы и миллионы жизней, и сейчас они пытаются помешать этому. И тем не менее, если негодяй-ученый говорит, я произвел жизнь в лаборатории, о, какое чудо! Они пытаются воспрепятствовать возникновению настоящей жизни, и при этом получают Нобелевские премии за имитацию жизни. Вот что происходит. Просто растрата денег налогоплательщиков. И им не удалось отправиться на Луну. И сейчас они пытаются на Марс полететь. Люди не спрашивают у них, вы потратили столько денег, 40 миллионов долларов на один скафандр, чтобы полететь на Луну. Что же вы сделали? Например, когда Колумб открыл Америку, он не открыл ее. Ну, так или иначе. Люди приезжали сюда, организовали здесь колонию. Точно так же, если вы действительно открыли Луну, вы ее не открыли, она уже есть. Но если вы отправились туда, так живите там, постройте там колонию, тогда это можно считать успешным. Нет, они отправились туда. Мы видели там какую-то трещину большую, и изучали ее. Вот наш прогресс. Эти глупцы эксплуатируют невинную публику. Это наш вызов так называемой науке. И они забывают о реальном. Они не понимают душу. Они не понимают. Они не понимают, что душа переселяется из одного тела в другое. Душа бессмертна. Душа вечна. И все это описано в Бхагавадгите. В начале. Это самое начало. Это начало духовной науки. Но они не понимают даже самых азов духовного знания, тем не менее считаются великими, продвинутыми. Это просто обман. Люди обманывают, находясь под влиянием ошибочного мировоззрения отождествления себя с телом. Итак, основа ошибочна, и на этой ошибочной основе они строят фантасмагорию. Строят свои великие идеи. Продолжай. Самое глупое в нашем невежестве это отождествление себя с материальным телом. По своему невежеству все, что связано с телом, мы считаем своей собственностью. Сомнения, возникающие из-за ложных концепций «я» и «моё», то есть «моё тело», «мои родственники», «моя собственность», «моя жена», «мои дети», «моё богатство», «моя страна», «моя община». И сотни и тысячи подобных иллюзорных представлений сбивают обусловленную душу с толку. Да, это наше невежество. В Шастой приводится такой пример. На реке есть волны, вода течет, и эти волны сбивают вместе множество соломинок. Но через некоторое время эти соломинки снова разбрасывают в разные стороны. мы видели это. Точно так же в материальном мире все мы собираемся вместе подобно этим соломинкам. На самом деле мы качаемся на волнах материальной природы. Когда мы собираемся, мы организуем общину, называя ее американской или индийской или еще какой-то. Именно так. Случайно мы встречаемся друг с другом, но затем волны природы разлучают нас. И всем этим понятиям сын, страна и так далее приходит конец. Но пока мы скопились вместе, мы воспринимаем это очень серьезно. Мы забываем, что в любой момент мы можем быть разлучены. Это невежество. Они не пытаются понять наше истинное положение. Истинное положение состоит в том, что мы качаемся на волнах, у нас нет независимости. Об этом поет Бхакти-Винат-Тхакур. Волны материальной природы уносят тебя. Иногда ты погружаешься под воду, иногда ты всплываешь на поверхность и так проходит твоя жизнь. У тебя нет устойчивого положения. Устойчивость мы обретаем, когда сознаем Кришну. Когда человек обращается к сознанию Кришны и развивает это, однажды он достигнет совершенства и тогда он возвращается. Кришна дает свое слово. покинув тело, он возвращается ко мне. И это совершенство. В противном случае, сейчас я родился в этой семье, допустим, я сейчас американец или индейец. Есть ли гарантия, что в следующей жизни я стану американцем или индейцем? Нет. Кришна говорит Кришна не об этом. Кришна говорит Дехантерам, тебе придется поменять тело. И мы в течение жизни меняем свое тело постоянно. Точно так же, когда это тело приходит в негодность, вы переселяетесь в другое тело. Это очень простая истина. Предположим, вы живете в комнате. Если комната приходит в негодность, мы переходим в другую комнату. Но это не означает, что нам приходит конец. Но эти глупцы, так называемые великие ученые, философы, не понимают этой элементарной истины. И тем не менее, они очень гордятся своим образованием. Они не понимают элементарных вещей и при этом гордятся своим знанием. Продолжай. Но если человек усваивает наставление Бхагавадгиты, можно не сомневаться, что он выйдет из тупика. Да, поэтому мы должны понять, Бхагавадгита оставлена для вас. Кришна оставил ее перед тем, как покинуть эту планету. Он дал наставление. Ты такой. Ты находишься в таком-то положении. Сейчас ты в беде. Ты в материальном мире. Почему ты борешься здесь за существование, опираясь на руководство своего ума? Кришна говорит в Бхагавадгите, эти живые существа мои неотъявленные части. Они такие же, как я, но они уполномочили свой ум действовать от их имени, и поэтому они вынуждены бороться за существование. Это слова Бхагавадгиты. Так здравомыслящий человек должен учиться у Бхагавадгиты. Если я такой же, как Кришна, и Кришна вечен, я тоже вечен. Кришна духовен, и я тоже духовен. Кришна никогда не умирает и не рождается, я тоже не умираю и не рождаюсь. Таким образом, если мы действительно это понимаем, я отождественен качественно с Кришной. Это называется Брама-сампати. Тогда вы становитесь свободными от всякой скорби. Продолжай. Можно не сомневаться, что он выйдет из тупика, так как истинное знание — это сознание человеком того, что верховная Личность Бога, Васудева, Господь Кришна, есть все, в том числе и Он Сам. Да, Васудева сарвамити, самахатмасудурлама. Но Кришна говорит, живые существа, мои неотъемлемые части. К примеру, отец и сын. Сын — неотъемлемая часть тела отца. Когда сын находится под защитой отца, это его естественная жизнь. Если же сын по глупости своей желает жить отдельно, хотя отец у него очень богат, он сказочно богат, он обладает всем влиянием, огромной мудростью. Кришна — отец, совершенный отец, и каждый может унаследовать собственность отца. Таков закон наследования, так почему мы здесь должны страдать? У нас нет этого разума, мы люди настолько глупы. отец приходит и говорит, мои дорогие сыновья, почему вы страдаете? Перестаньте заниматься этой ерундой. Ваше так называемое руководство вашей семьей, общиной, нацией, все это ложные понятия, это все творение май, иллюзия. идите на поводу этих вещей. Возвращайтесь ко мне, я пришел призвать вас. Но они не признают, они не слушают, они упрямы как собаки, что можно поделать? Каждый может унаследовать долю собственности отца. Даже здесь, в материальном мире, это тоже собственность Бога, но они не понимают этого, они разделяют. Эта часть будет Соединенными Штатами Америки. Почему вы назвали это Соединенными Штатами Америки? Это собственность Кришны. Почему вы говорите, нет, это Китай, это Россия. И они сражаются без необходимости, без нужды, воюют друг с другом. Если люди примут это движение сознания Кришны, то всем этим ошибочным, ложным отождествлением придет конец. Если в ООН они просто поймут, почему вы говорите об объединении, вы уже в единстве. Потому что эта собственность принадлежит Кришне. Почему вы заявляете свои права на это? Мы сами создали эту разобщенность. Это факт. В противном случае сейчас они создали ООН. И они могут от имени ООН управлять всем миром. Так почему бы им не признать, что вся эта собственность, весь этот мир принадлежит людям. Разве это трудно? Но они не признают этому. Таковая глупость. Это майя. На самом деле это собственность Бога. Мы пришли сюда как гости на 50 лет, на 60 или на 100 лет, и затем нас выгонят. Убирайся. Мы этого не понимаем. Поскольку нам позволено жить здесь определенное количество лет, мы думаем, что это принадлежит нам. Это невежество. Так, Брама-сампатия. На самом деле, если вы хотите быть счастливыми, вы должны обрести Брама-сампатию Вишока. И тогда вы не будете испытывать скорби. Вы должны знать, что это собственность нашего Отца, собственность Кришны. И Господь всем нас обеспечит. Зачем драться? Нет повода для этого. Это факт. До сих пор столько пустующей земли. Я видел в Африке и в Австралии. Можно разместить население в 10 раз больше, чем нынешнее. И в 10 раз больше пищи можно производить. Но люди это не будут делать. Они не позволят. Нет, это моя собственность. Вы не можете сюда приехать. Гав-гав-гав. Это иммиграционный департамент. Департамент Гав-гав. Почему вы приехали сюда? Зачем? Это собственность Бога, сэр. Почему вы лаете? Разве это не собственность вашего отца? Но люди пребывают в невежестве. И так движение сознания Кришны это вызов всем этим глупцам и негодяям. Те, кто приняли всерьез это движение, должны быть здравомыслящими и понять, по крайней мере, что мы должны вывести на чистую воду всех этих мошенников. И Кришна это очень оценит. Спасибо вам большое. ВОЛИГО!